Кефир, варенец, печенье, вода, консервы. Всё строго по списку. Своей подопечной Вере Шокола социальный работник Павел Лисин помогает уже второй год. У одинокой пенсионерки проблемы с сердцем. Павел покупает необходимые продукты, лекарства. Если потребуется, помогает с оформлением документов, может заплатить за коммунальные услуги и даже просто прийти, чтобы поговорить по душам. Одинокие люди, по словам социальных работников, в такой помощи нуждаются не меньше. Что мне надо, я с ним посоветуюсь. Он мне скажет, как можно лучше сделать. Потому что он уже где-то что-то знает. Сейчас уже другая лекция, по-другому, правда? Социальным работником Павел Лисин работает всего четыре года. Однако даже за этот небольшой срок сумел завоевать среди своих подопечных любовь и уважение. В Ленинском районе он обслуживает 30 человек. Это пенсионеры, инвалиды и даже два ветерана Великой Отечественной войны. Каждый отмечает чуткость, доброту и внимание к своим проблемам со стороны своего соцработника. Павла я давно уже знаю, вот второй год. Он уже как свой. Социальный работник может не просто оказать необходимые услуги на дому. В 2015 году Павел Лисин выучил медицинский минимум по оказанию первой помощи. Да, конечно, бывает, приходишь к ним, настроение у них плохое, что-то болит. Надо как-то успокоить, поговорить, поддержать. О своих потенциальных подопечных социальные работники чаще всего узнают от неравнодушных соседей. Многим одиноким людям просто не приходит в голову просить о помощи. И бытовые проблемы они предпочитают решать самостоятельно. Между тем, стать получателем социальных услуг может каждый нуждающийся. Специально обученные люди помогут старикам не только помыть полы и сходить по магазинам, но и окажут необходимую психологическую поддержку. Достаточно обратиться в Приморский центр социального обслуживания населения. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.